Вот это очень важно, отношение к своим предкам и особенно к павшим предкам. В 16-м Всероссийском конкурсе исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия 20 век» от нашего района приняли участие 17 работ. 16 из них вошли в финал. На днях в детско-юношеском центре туризма, краеведения и экологии состоялось награждение ребят-победителей этого конкурса. Кроме учеников Шушенского района, на церемонию награждения приехали и участники проекта из Каратузского, Курагинского и Ермаковского районов. Одним из учредителей конкурса является Международное историко-просветительское благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», основная деятельность которого – увековечение памяти жертв политических репрессий, оказание им юридической, социальной помощи и патриотической работы с подрастающим поколением. Церемонию ведет Алексей Бабий, председатель краевого общества «Мемориал». Он отмечает, что в последнее время возросло число школьников, которые живо интересуются судьбой своего рода, историческими событиями, которые проходили на территории их малой родины. Работа у нас началась с того, что местные жители обращались к нам по поводу обелиска, что их фамилии, их родственников не было там. И мы подняли книгу памяти, сравнили с обелиском, и именно на данный момент фамилии семерых человек там не обнаружилось. Ну то есть мы восстанавливаем, принимаем документацию и восстанавливаем все фамилии, и в перспективе планируем создать новую какую-то дополнительную плиту рядышком поставить, чтобы фамилии ушедших на фронт наших капторевцев были рядом с обелиском. Особенным призом отметили организаторы конкурса работу дубенских краеведов по установке памятной плиты землякам-фронтовикам Великой Отечественной. Много слов благодарности слышат ученики и педагог в свой адрес. Лучшие работы поступают в практическую деятельность и становятся доступными широкому кругу пользователей сети интернет. За последние месяцы посещаемость сайта «Мемориал» ежедневно составляет около 6 тысяч человек. Из них половина в своих запросах обращается к исследовательским работам школьников. Мне больше всего понравилось во всех работах то, что люди попытались установить историю человека, воевавшего не просто так формально, а действительно попытались собрать какие-то дополнительные сведения, уточнить, вынести там какие-то дополнительные списки. Ребята-победители и их наставники получают грамоты, сертификаты и ценные подарки, которые им наверняка пригодятся в дальнейшей краеведческой работе. Мария Парилова, Виктор Усков, программа «Южные горизонты». Угу.